делаю сейчас соус баланьеза у меня осталось пару кабачков с лета его чтобы они не испортились я сейчас делаю из него вот из этого конкретно кабачка лазаньи очень интересный вариант может кто-то пробовал вместо листа лазаньи вместо этих макарон кладется кабачок очень вкусно получается намного легче вот и не настолько он жирный макарошки они все-таки придают калорийности десна у меня нету помидоров собственном соку я буду использовать вот свежий томат и смешаю с томатной пастой а так делаю часто если у меня не оказывается потому что этого занят ну тоже частенько делала вот и получается очень хорошо сейчас я доделаю баланьезы и буду бешамель готовить уже приготовила сотейник вот такой красавчик у нас получился поставила уже остывать сторону а здесь уже пошла бешамель как вот здесь особо снимать не получится здесь надо все делать очень быстро вот я уже с мукой смешала чуть-чуть подзолотиться и муку будем вливать самый главный ингредиент очень мне нравится когда бешамель есть мускатный орех прям вот с ним намного интереснее знаю что не все добавляют я всегда прям вот в этот соус баланьеза я положила итальянские травы смесь очень ароматная простой черный перец намолола чуть-чуть осталось соль понятное дело и немножко у меня тут есть красный перчик тут на самом деле смесь обычного красного перца сладкого и чили но по большей части здесь чили это вот в красный соус бешамель я положила белый перец мускатный орех ну и соль все на глаз соус уже начал потихонечку густеть я уже все специи добавила который вам показала осталось только дождаться и еще чуть большего загустения и сливочное масло положу хотя в данном случае когда в лазанье мы используем этот соус масло не обязательно но чтобы глянцевый получился соус вот здесь не будет видно но тем не менее положу уже почти почти он когда станет он еще гуще будет мы просто если совсем густое сделать то его будет мало и мне может не хватить на все слои а если слишком жидкий тогда лазанье будет разваливаться попытаемся добиться чего-то среднего так вроде все соусы подостыли собираем сначала немножко бешамель прям немножко он не подсох так а дальше уже пластинками вот так вот я нарезала вообще по рецепту там идет овощечисткой прям такие прозрачные но я пробовала нам маловато поэтому я делал потолще вот и они у меня тут все разного размера ну потому что кабачок сами понимаете поэтому и вот такие вот все идут вход чтобы все пробилы заполнить так и вот такой вот и солим ну немножко можно еще поперчить я не буду так и теперь мясной слой так распределяем ну еще в таком же порядке все слои дальше опять пойдет бешамель кабачок соль и фарш главное закончить сверху соусом бешамель или чтобы не было сухой и сыр натрем несколько слоев получилось сверху у меня сейчас бешамель осталось сыром посыпать слишком плотно не буду примерно так духовочку все поставим и будем есть так я думаю хватит остался у меня тут лишний кабачок вот не знаю что из него делать может быть со специями в духовке может быть оладушки посмотрим вот так вот она выглядит не удивляйтесь что у меня здесь еще вот эта вот форма потому что в процессе готовки все это брызгает бурлит и вытекает поэтому чтобы ну противень не ставить его потом сложнее мыть я бы такую вот форму подставила ну мы не сможем сейчас дождаться пока остынет чтобы это нормально все нарезать будем прям так в горячем виде мы уже все голодные вот так вот покручу как-нибудь надо удобства корочка конечно из-за того что горячее будет немножко растекаться и форма так хорошо будет держаться чувствую кабачки не разварились плотненькие это хорошо так вот давайте наверное сама сейчас положу на тарелке уже покажу короче я пыталась положить красиво но пока горячее все-таки слишком сильно растекается ну ладно вот такие вот две порции все пошли есть я уже в процессе там чуть-чуть пробовала вкуснота конечно